МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Новые производства. Чуваши улучшают инвестиционный потенциал. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжается голосование по транспортной реформе в Чебоксарах. Волжские встречи 2019. В Чувашии прошел международный фестиваль юношеских СМИ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чувашия продолжает улучшать свой инвестиционный потенциал. По итогам прошлого года в Республике вырос индекс промышленного производства. На очереди новые проекты. О деталях программы экономического развития Чуваши сюжет Дмитрия Ковалева. Это новые точки роста. До конца года в Канаше откроются цеха по выпуску стальных заготовок и холодильных шкафов. Заявки бизнесменов уже в работе. Решаются вопросы с земельными участками. Особая экономическая зона макомолитета привлекает инвесторов. Благодаря статусу ТОСР предприниматели получают налоговые льготы. Ещё будет такая же заявка, я думаю, где-то порядка февраля. Они уже тоже по металлопрокату. Тоже 6 тысяч тонн заявляют. Металлопрокат имеет сюда профиль какие-то дела? Ну, сами милетлить будут. У нас обязательство, что все работники будут из города Канаша. Документально одно, чтобы там финансовое подкрепление было. Финансовое подкрепление, когда есть, всегда объекты своевременно водятся. И уже будут созданы рабочие места. К индустриальному парку муниципалитета уже подведена новая дорога. В этом году для нужд резидентов возведут высоковольтные подстанции на 50 мегаватт. На следующем этапе строительство очистных сетей. Глава региона отметил, что реализация проектов отразится на инвестиционной привлекательности Канаша. Сейчас все возможности есть для развития Канаша. Все возможности практически. Плюс социальные объекты подтягиваем. Появляется благоприятная среда для жизни и для трудоустройства в городе Канаша. ТОСР Канаша – часть региональной инвестиционной программы. Прорывные проекты намерены реализовать и резиденты индустриального парка Чебоксара. Только в этом году с помощью предпринимателей в республике хотят создать еще более 2,5 тысяч новых рабочих мест. Такую задачу поставил глава региона. С учетом того, что в республике четыре года подряд десятки лучших регионов Российской Федерации по деловому климату, по национальному рейтингу, это тоже дает свои результаты на сегодняшний день. Создали более чем 2000 рабочих мест. Значительный вырос внешнеторговый оборот республики. По этому году он расчетно составит 570 миллионов долларов США. Или 115 процентов к предыдущему году, к 2017 году. Этот рост он значимый. Доля экспорта в республике должна вырасти и в этом году. Те задачи, которые поставил перед нами президент России по экспорту уже продукции агропромышленного комплекса, мы здесь участвуем вместе с разными такими мощными агрохолдингами, должны участвовать и продавать. Мы докладывали вам, соответственно, и жители Чувашской республики знают, маслячные культуры сегодня на экспорт продают. Развитию регионов будет посвящена и деловая программа российского инвестиционного форума. В Сочи отправится и официальная делегация республики, чтобы наладить двухсторонние связи. Ключевой вопрос повестки – цифровая экономика. Региональная политика, новая социальная политика, деловой климат в России. Пройдет форум «Здоровое общество». Обговариваются вопросы с регионами по заключению соглашений или протоколов о реализации уже существующих соглашений. По итогам прошлогоднего форума республика реализовала ряд инвестиционных проектов. Большого эффекта для экономики ожидают и от предстоящего визита в Сочи. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Игорь Зверев. Республика. Цифру в каждый дом в Чувашии проложили тысячи километров оптики для устранения цифрового неравенства. Из них 370 километров волоконно-оптических линий связи исполнитель проекта «Ростелеком» проложил в прошлом году. Сегодня жители 111 малых населенных пунктов, расположенных в Батревском, Вурнарском и Бресенском и других районах республики, могут пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, дистанционно учиться, посещать необходимые сайты. Точки доступа Wi-Fi расположены на опорах связи в центральной части населенных пунктов и обеспечивают покрытие в радиусе до 100 метров. Скорость передачи данных не менее 10 мегабит в секунду. Созданная под проект оптическая инфраструктура в будущем позволит выйти в интернет сельским школам, больницам, организациям и предприятиям. Всего в рамках проекта точки доступа в интернет появятся в 328 населенных пунктах Чувашии. Чудо-аппарат. В республиканском онкодиспансере появилось уникальное оборудование для эндоузи. Таких аппаратов всего 4 на всю страну. Чудо-техника позволяет обнаружить метастазы внутренних органов без операции. Аппарат последнего поколения закупили для отделения внутрепросветной эндоскопической диагностики и хирургии. Высокотехнологичное оборудование единственное в Чувашии и уникальное не только для ПФО, но и для России, так как имеется лишь в крупных медицинских центрах. Для работы на современном оборудовании врачи отделения прошли обучение в Москве на базе Центрального научно-исследовательского института туберкулеза. Ремонт Порецкого моста планируют начать в этом году. Объект включен в предварительный перечень дорожных работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В планах укрепление балок и опор моста, замена тротуарных плит и барьерных ограждений, укладка нового асфальта. Реконструкция пройдет в несколько этапов. Проектно-сметная документация готова. Торги на определение подрядчика планируют провести во втором квартале этого года. Мост через Суру около села Порецкое построили в 1970 году. Его длина – 455 метров, и он находится в предаварийном состоянии. Минтрансреспублики проводят мониторинг состояния сооружения. На мосту ограничено движение тяжеловесных транспортных средств и организовано одностороннее реверсивное движение. Завершились новогодние праздники, которые подарили жителям республики 9 дней отдыха. Но помимо радости, долгие выходные принесли неприятности. С 1 по 8 января во всех регионах России проходила операция «Внимание и каникулы», согласно которому и в нашей республике в целях обеспечения безопасности на дороге сотрудники ГИБДД проводили встречи в пришкольных лагерях. Как результат, за время зимних каникул в столице не было зафиксировано серьезных происшествий с участием детей. А вот взрослым не мешало бы вспомнить о необходимости соблюдения мер безопасного поведения на дороге, как водителям, так и пешеходам. В период новогодних и рождественских праздников все сотрудники госавтоинспекции были переведены на усиленный вариант несения службы. Но, тем не менее, в столице республики не обошлось без дорожно-транспортных происшествий. Так, за это время было зарегистрировано 106 аварий, в которых травмы получили 6 человек. Погибших, к счастью, нет. Также сотрудниками отдельного батальона ОМВД России по городу Чебоксара было задержано 24 нетрезвых водителя. Пять из них в этом состоянии совершили дорожно-транспортное происшествие. Как правило, в каникулы дороги не сильно загружены автотранспортом. И подобная статистика – еще один повод задуматься о необходимости особого внимания на дороге. Ведь поток движения в будние дни все же больше. Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Сотрудники МВД «Почуваши» изъяли партию контрафактной продукции, спортивной одежды и кроссовок с лейблами известных фирм. Только никакого отношения к этим мировым брендам не имеющие. Моя коллега с прислужбы МВД «Почуваши» Марина Сергеева о том, как удалось обнаружить подделку и что грозит продавцу. С сообщением о продаже на одном из рынков Чебоксар изделий с признаками подделки обратилась жительница города. На место выехали сотрудники полиции. И в ходе проверки подтвердилось, что там действительно торговали контрафактной спортивной одеждой и обувью под видом известных мировых брендов. У 50-летнего предпринимателя было изъято 83 пары кроссовок и 6 шапок. В ходе разбирательства было установлено, что документов у этого предпринимателя не имеется на товар. С его слов, якобы товар им закупается в Москве. Причем закупка происходит не в количественном отношении, а килограммами, то есть весом. Своей вины мужчина в произошедшем не видит. Говорит, что даже не предполагал, что продукция может быть поддельной. Но это не освобождает его от ответственности. Административная ответственность предусматривается статьей 14.10 в Кодексе об административных правонарушениях. Статья звучит как незаконное использование средств индивидуализации товаров. Штраф предусмотрен в размере 50 тысяч с конфискацией товаров. С начала года чувашские полицейские выявили 51 административное правонарушение, связанное со сбытом контрафакта. Как показывает практика, чаще всего подделываются спортивные одежда и обувь, DVD-диски, наушники и моторное масло известных фирм. На столичном портале «Открытый город» продолжает согласование по изменению схем движения общественного транспорта. 12 вопросов, 3 варианта ответов. Свой выбор уже сделали 3,5 тысячи горожан. По 10 пунктам респонденты поддержали изменения. По 2 выводы не так очевидны. Это касается 22 маршрута. Предложение было вернуть схему движения, которая действовала до 1 декабря 2018 года, либо оставить ее прежней. Там пока равное количество голосов, 40% за, 40% против, и порядка 20% это должны решать специалисты. Второе, это касается 45 маршрута. Голосование должно было завершиться 29 декабря прошлого года. Его решили продлить, чтобы больше горожан смогли проголосовать. Выразить свое мнение на портале «Открытый город» можно до 15 января. После окончания голосования все предложения будут направлены в отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары. По результатам данного голосования будет приниматься решение о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок. На это потребуется с учетом проведения оценки регулирующего воздействия на портале нормативно-правовых актов Чувашьей Республики и проведения антикоррупционной экспертизы до полутора месяцев. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Студенты Чувашской сельскохозяйственной академии выпустили первый номер журнала «Агровыбор Чувашии». Я посмотрел. Для первого раза, мне кажется, очень достойно, очень интересно. Информационно-аналитический журнал об агропроме Республики, передовых технологиях в сельском хозяйстве и агрообразовании. Иными словами, о том, что будет интересно специалистам, потенциальным работодателям и будущим абитуриентам. Вся редакционная коллегия данного журнала состоит из студентов и магистрантов нашей академии. У нас нет факультета журналистики, у нас нет гуманитарных факультетов. Очень рада видеть героев первого выпуска, самих героев первого выпуска, о которых мы писали. Мы не собираемся останавливаться нисколько. Да, действительно, у нас есть уже план второго номера. Одна из тем первого выпуска – испытательный центр, который работает с начала этого учебного года. В конце 2018-го там открылась новая лаборатория. Лаборатория для начала уже оснащена для студентов. То есть для того, чтобы они могли изучать анализы животных. Мы исследуем, значит, на гематологию, на биохимию. Раньше, когда у нас не было лаборатории, мы высылали наши анализы в ветлабораторию, в лаборатории близлежащих городов, в райвит-станции. Ну, то есть это было достаточно неудобно. А сейчас и студенты могут сами, своими руками делать все анализы необходимые. Что будет во втором номере, авторы пока не раскрывают. Планируется, что выходить в журнал будет каждый квартал. Герой чувашского эпоса «Улыб» попал на сказочную карту России. В культурно-туристический проект входят 44 персонажа из 28 регионов. У каждого героя своя легенда и исторические корни. Автор проекта, московский журналист Алексей Козловский, собрал и представил на карте сведения о местах рождения или обитания сказочных и былинных героев. С мая по сентябрь прошлого года на сайте Республиканской детско-юношеской библиотеки проходило интернет-голосование. Жители чувашии должны были определить, кто из героев нашего фольклора достоин представлять республику на сказочной карте России. Среди финалистов были Пенислу, Юман Батыр и Улыб. Согласно одной из легенд, чувашский народ введет свое происхождение от улыпа великана. Чебоксары. В топе-3 рейтинга городов России по итогам голосования в 2018 году. Общий народный выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города продолжается. С 1 января стартовало голосование за лидера 2019 года. Голосование «Город России. Национальный выбор». 2018 год чебоксары завершили на третьей строчке, уступив лишь Владивостоку и Владикавказу, зато обогнав остальные административные центры всех регионов России. Голосование проводится с 2012 года. Столица Чувашии свой антирекорд установила в 2015 году, заняв только 20-е место. А так ежегодно стабильно входило в десятку лучших. Лидером чебоксары стали единожды в 2013 году, набрав более 167 тысяч голосов. Организаторы уверяют, что лидер получает народное признание и дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности как в России, так и во всем мире. Сейчас чебоксары держатся на шестой строчке, отставая от лидера Нальчика на 2500 голосов, а до ближайшего конкурента Смоленска всего 300. Стоит отметить, что проголосовать можно без регистрации, с одного IP-адреса только один раз в сутки. Итоги подведут в конце года, 30 декабря. В Чебоксарах прошел международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи». Сотни юных журналистов, операторов и кинорежиссеров из самых разных уголков страны из года в год приезжают в Чувашию за знаниями. Учиться в зимние каникулы отправились и юные журналисты национального телевидения Чувашия. Они сняли наш следующий репортаж. «Волжские встречи» – это события для ребят, которые мечтают стать успешными журналистами. Они ждут его весь год, приезжают из разных уголков страны и знают, что в Чебоксарах всегда работают лучшие медиатренеры. Я бы хотел, чтобы на телевидение приходили люди, которые реально с помощью телевидения хотят изменить мир к лучшему. Вот пусть там это звучит очень громко, пафосно, но действительно такие люди нужны. Журналисты и продюсеры федеральных телеканалов учили ребят делать креативные сюжеты. Под руководством профессионалов участники фестиваля снимали кино, создавали мультфильмы и учились расставлять свет на съемочной площадке. У меня есть идея для фильма, в котором требуется работа со светом и показ характер героев через него. И получив знания на этом мастер-классе, я думаю, что мне будет проще все это изобразить. Волжские встречи – это также возможность разобрать со специалистами ошибки в своих телеработах и побороться за призы в разных номинациях. Так, проект юных журналистов нашего канала «Шок-шоу» стал лучшим в номинации «Детская телепрограмма». Особенно жюри отметила профессиональную и уже не детскую работу ведущих Ксюши Серовой и Саши Васильева. Лев, смотри, а вот папа остановился. Это что за страна? Лаос. А вы сами хоть знаете половину того, что знает Лева? Конечно, нет. Когда в телеведущем есть некая изюминка, иногда даже перчинка, вот это делает его успешным. Мария Шоклева и участники фестиваля «Волжские встречи. Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова